Привет! Я Светлана, спецкорреспондент газеты «Вперед!» и «ТВР-24». В своей работе я каждый день сталкиваюсь с людьми самых разных профессий. Насколько это сложно – вникнуть в чужую работу, я решила проверить на себе. Как выяснилось, не все знают, что такое борщевик. Сегодня мы вам расскажем, покажем и уничтожим весь борщевик. Какой у вас опыт борьбы с борщевиком? Большой? Больше 10 лет, больше 100 тысяч гектаров в общей сложности. Так, ну, площадь у нас сейчас по Подмосковью 9 тысяч гектар плюс-минус. Сколько? 9 тысяч гектар. Все, погнали. А как я не могу косить? Как я могу? Я же не коса. Я же не коса. На, давай, погнали. Вот во мне метр пятьдесят восемь роста. Ну, а здесь все два, видимо, есть. Ну, не прямо здесь, вот здесь, здесь. Наверное, метра два-то есть. Какой кошмар. Они же, это же просто ужасно, это хищники какие-то. Три с половиной четыре метра в среднем он вырастает. Три с половиной четыре метра? Да. Три-четыре метра. Это же как надо запустить? Никак, он сам так растет. Мы же выращиваем. 10-15 сантиметров в сутки при хорошей погоде. 10-15 сантиметров в сутки дорастает до 4-5 метров? Да. А потом у него растают огромные зубы, и он идет на охоту, я так понимаю. Ну, я полагаю, да, у меня есть предположение, что он ищет путь домой. А где дом? В горах Кавказа у него дом. Главное, чтобы его сок не попадал на кожный покров, либо чтобы он не впитывался в одежду, а потом в кожу. Опасность в том, что этот сок при попадании на кожу снимает способность кожного покрова к защите от ультрафиолетового излучения, соответственно, от солнца. Животные также страдают. А как вам так не страшно? Вы же там голыми руками сражаетесь. Да, ну, не страшно, потому что опыт есть. Но в целом перчатки-то сильно не спасает, потому что даже если жидкость на перчатки попадает, все равно нужно промывать область рук, потому что сок впитывается в перчатки. В перчатках, ну, по моему опыту, даже опаснее работать, потому что перчатка задерживает эту влагу, и ты не замечаешь, что у тебя перчатка мокрая. Вот поэтому я работаю с голыми руками, рука сухая. Если я чувствую, что на нее попадает жидкость, имею возможность пойти помыть руки. Если я работаю в перчатках, я этого не замечаю. Перчатка пропитывается этим соком, и рука может быть с полным ожогом. Мы прорубили сейчас небольшую полосу. Имеем возможность обработать, соответственно, 3 метра в одну сторону, 3 метра в другую сторону. Я сейчас так полечу. Друзья мои, до свидания. Там мы обработали. Там у нас муниципальная земля. Муниципальные территории мы обязаны и имеем право обрабатывать. Здесь земля частная. За частной землей, соответственно, следит ее владелец. Также этот владелец, помимо своего участка, обязан проводить выкашивание, обработку земли в радиусе 5 метров от забора. Выкашивание борщевика или травы? В том числе борщевика и травы. То есть, если ты приобретаешь землю, ты приобретаешь не только актив, но и обязанности, конечно. Я думал, только борщевик надо удалять. Ну, трава тоже должна быть выкашена. А я, может, хочу. 5 метров от забора. Мы можем обратиться в администрацию поселения и выпишут предостережение на частную землю. Давайте обратимся. Обяжут обработать. Давайте обратимся в администрацию поселения. Любой гражданин может написать заявление по поводу произрастания борщевика на соседней территории, на муниципальной земле, на письмо на имя главы, на горячую линию, которая создана у нас с Сергеем Пасовском городском округе. Заявление идет куда? В обращении граждан. Обращение граждан. Обращение граждан обрабатывается, да? Да, регистрируется. И человек, на которого написали это заявление, что получает? Предписание, правильно? Ну, вначале передается заявление в управление сельского хозяйства, там рассматривается частная земля, и если частная земля, то передается в муниципальный земельный контроль. Собственник что должен сделать? Обязан убрать. Обязан убрать? А если он не уберет, то? Через определенное время муниципальный земельный контроль повторно выезжает на данный участок, где проводится повторная проверка. Если собственник не обработал, то можно, согласно нового изменения в законе благоустройства, каждый участок можно обработать за счет средств муниципального бюджета. И потом через суд эти деньги взыскивать со собственника земельного участка. Вот так вот, друзья мои. Если у вас есть земля, и вы за ней не ухаживаете, рано или поздно к вам все равно придут и заставят вас ухаживать, делать это добровольно. Мы сейчас заявление отдадим, а потом приедем и проверим, окосил или не окосил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!